Уже больше месяца я арендую квартиру, пока моя пустует. Хотя и не совсем. Моя родная, уютная двушка в тихом спальном районе. Как же я по ней скучаю. Каждый день возвращаясь с работы, я прихожу к своему дому и долго смотрю в окна на пятнадцатом этаже. Всего каких-то 30-40 дней тому назад все было хорошо. У меня была нормальная жизнь, а потом ко мне в гости приехала Алина, моя старшая сестра. Не сказать, что я сильно этому обрадовалась. Мы с ней говорили на разных языках, как будто и не родные совсем. Я тихая, скромная и безотказная. А Алина за словом в карман не полезет, и по натуре своей лидер. Хамоватая и дерзкая. В народе таких величают хабалками. Общих интересов, как вы понимаете, у нас было мало. Сестра с мужем и детьми жила в другом городе. Наши родители давно умерли, что в свое время еще больше отдалило нас. Нас с ней раньше нельзя было назвать подругами. Но после того, как бабушка отписала мне свою квартиру, начался просто какой-то кошмар. Ссоры, упреки, проклятия. Дошло даже до суда, но Алина проиграла его. Неудивительно, ведь она даже ни разу не навестила умирающую бабу Катю. Все свалилось на мои плечи. А ведь мне тогда было всего 24 года. Еще около года после смерти бабы Кати и пересудов мы не общались. Каждый жил своей жизнью. Но в один прекрасный день Алина позвонила мне и напросилась в гости. Говорила, что хочет помириться и все такое прочее. Не знаю, что на меня тогда нашло, но я согласилась. До сих пор ненавижу себя за это. После ее звонка у меня возникло странное и нехорошее предчувствие. Наверное, первый раз за всю жизнь. Но я списала это на страх перед встречей и стала ждать сестру. Она должна была приехать на следующий день. К ее визиту я основательно подготовилась. Купила ее любимых продуктов, убралась в квартире. Вы только не подумайте, что я настолько слабохарактерная. Просто, когда слишком долго живешь в одиночестве, хочется как-то заполнить эту внутреннюю пустоту. Вот я и согласилась. Алина приехала рано утром. Я еще спала, когда по квартире разлетелась стрель дверного звонка. Поднявшись к кровати, я с сонной походкой попрела в прихожую. Звонок не переставал настойчиво верещать и в этой напористости прослеживался настырный характер моей сестры. Войдя в темную прихожую, Алина поставила на обувницу черную дамскую сумку. Никаких вещей она с собой почему-то не привезла. А значит, надолго задерживаться не собиралась. Ну, и так даже лучше. На мгновение между нами возникла напряженная пауза. Мы молча смотрели друг на друга. Никто не решался начать разговор. Первую тишину прервала я. Здравствуй, сестра. Алина бросилась мне на шею и театрально разрыдалась. Это она умела делать лучше всех. Вопреки моим ожиданиям, стена между нами даже не дрогнула. Что-то в этой встрече с первой секунды было не так. Но я не могла толком объяснить, что именно. Потом мы прошли на кухню. На плите засвистел чайник. Я выложила на стол любимые пирожные сестры. Пока я возилась с чаем, Алина безумилку болтала о своих детях, работе и ее нелегкой судьбе. Со стороны это больше походило на монолог. Казалось, за все это время у сестра совершенно не изменилась. Когда словесный поток наконец-то закончился, Алина вдруг вспомнила о каком-то подарке, который привезла для меня. Откусывая на ходу пирожные, она принесла из прихожей свою сумку. Я с интересом наблюдала за действиями сестры. Раньше она никогда не делала мне подарков. Скоро в руках у Алины оказался большой красный сверток. Что-то тяжелое было завернуто в пестрю и хрустящую ткань. Загадочно улыбаясь, сестра протянула его мне и откинулась на спинку стула, выжидающий, глядя на меня. Я осторожно развернула ткань и, как завороженно, уставилась на прелестное личико великолепней фарфоровой куклы. Алина знала, что я питаю слабость к антикварным вещам. Зин, ну как можно тратить на эту фигню по ползарплаты? Всякий раз восклицала сестра, когда я возвращалась домой из комиссионного магазинчика. Как же все это было давно? Из воспоминаний о прошлом меня вырвал звонкий голос Алины. Ну как? Нравится? Я в этих твоих штуках ничего не понимаю, так что, если что не так, ты говори, поменяем. Не надо менять, я давно хотела что-то такое. Спасибо тебе. Сестра самодовольно улыбнулась и потянулась за очередным пирожным. Я, в свою очередь, не могла оторваться от дивной куклы. В ней было прекрасно все. Длинные каштановые волосы, матовое бледное личико с огромными голубыми глазами омутом, винтажное белое платьице и серьги из натурального жемчуга. Не влюбиться в эту красоту было невозможно. Алина вдруг воскликнула. А, кстати, ее Дианой звать. Мне продавец в магазине сказал. Диана. Красивое имя. Значит, пусть будет Дианой. Довольная я понесла Диану в сервант к другим куклам. Их у меня было немного, но у каждой была своя уникальная история. Диана заняла место на самой видной полке, затмив своей красотой других кукол. Я все еще не могла налюбоваться на нее. Было в ней что-то необычное. То, что завораживало и не отпускало. Зинка, давай сюда. Успеешь еще со своей куклой наиграться. От неожиданности я подскочила на месте. Алина не любила церемониться и всегда была такой громогласной и внезапной. А я за долгое время самостоятельной жизни уже успела отвыкнуть от этого. Сестра уехала через три дня. Ничего особенного за это время не произошло. Лучшими подругами мы так и не стали. Да и вряд ли когда-нибудь станем. Но главное, что помирились. А большего мне и не надо. В ночь после уезда Алины мне не спалось. Я ворочалась в постели, в тщетных попытках уснуть. Мучила неясная тревога. Тяжелые мысли. Я была опустошена и подавлена. Казалось, что из меня тоненькой струйкой выходят все жизненные силы. Это было очень странно. Ведь я флегматичный и рассудительный человек, которому совершенно не свойственна беспричинная меланхолия. Быть может, причина все-таки есть? Уставшая, я приподнялась на скрипучем диване и оглядела темную комнату. С момента смерти бабы Катя, в ней мало что поменялось. Я вымоченно разглядывала старую мебель, пока не столкнулась взглядом с Дианой, которая боковым зрением смотрела прямо на меня. Меня как будто окатили ледяной водой. Горло подкатил комок, а губы непровизвольно задрожали. Как такое возможно? Она же физически на это не способна. Ведь ее глаза неподвижные, а взгляд направлен только в одну точку. Кроме как перед собой, она больше никуда не может смотреть. Диван, на котором я сплю, вообще находится по правую сторону от серванта. Может, мне кажется, в темноте. Хотелось убедиться в этом, ради собственного спокойствия. Поэтому я встала и подошла к серванту. Там, за тонким стеклом сидела Диана и смотрела сквозь меня, прямо перед собой, как и должна была изначально. Я смахнула пот со лба и вернулась на диван. В этот раз он очень быстро пришел ко мне. И уже минут через 15 я провалилась без памятства. Утром, сидя за чашкой с растворимым кофе, я думала о прошлой ночи. Почему мне вообще это привиделось? С другими куклами такого ни разу не было. Может, обман зрения? Но с чего бы это? Я же только в прошлом месяце была у окулиста. И никаких проблем с глазами у меня не выявили. С нервами тоже порядок. Никогда на них не жаловалась. Но, как видно, все бывает в первый раз. Так что я решила начать принимать легкое успокоительное. В моей аптечке всегда лежит упаковка с валерьянкой. Хотя я даже не знаю, зачем она мне. Так делала еще моя мама. А теперь и я, по старой памяти. Ну, ничего. Теперь хотя бы без дела лежать не будет. Решила принимать по одной, три раза в день. На этом мои утренние раздумья подошли к концу. Я, как и собиралась, выпила пахнущую травами пилюлю и побежала на работу. В 9 вечера мой рабочий день наконец-то подошел к концу. От усталости кружилась голова. Так что хотелось как можно скорее оказаться дома и принять ванную. Я работаю администратором в гостинице. И иногда у нас бывают просто бешеные дни. Вот и в тот день было очень много людей. И нас здорово погоняли. Надо было всех расселить так, чтобы ни у кого не было претензий. И все остались довольны. Как раз из-за этого наплыва гостей пришлось задержаться аж на два часа. Домой я всегда возвращаюсь на такси. Своей машины у меня пока нет. А общественный транспорт я терпеть не могу. А уж особенно забитые маршрутки. Вот ненавижу и все тут. Возле нашего дома есть уютный магазинчик. Каждый вечер после работы я захожу туда за свежим хлебом и еще кое-какими продуктами. Еще ни разу не проехала мимо него. Вкуснее хлеба, чем там. Нет больше нигде в нашем городе. Купив продукты к ужину, я стала подниматься по лестнице. Лифтом я уже давно не пользуюсь, так как хочу приучить себя больше двигаться. Это я все к чему? Дело в том, что когда я подошла к своей двери, то отчетливо услышала, как за ней кто-то топает. Такими коротенькими шажочками, как будто ребенок. Но у меня нет и никогда не было детей. Сестра сейчас в Москве. Да и ключей от моей квартиры у нее как бы нету. Стало не по себе. Я засомневалась, стоит ли открывать. Вдруг кто-то сейчас действительно находится у меня дома. В эту секунду опять послышался скрип половиц. Это точно у меня. Этот скрип я бы ни с чем не спутала. Именно так, сколько я себя помню, поскрипывал старый пол в бабушкиной квартире. Этот звук я узнаю из тысячи. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Неожиданно мне в голову пришла странная идея. А что, если постучать в собственную дверь? И я постучала. А через секунду мне постучали в ответ. В этот миг мне перестало хватать воздуха. Перед глазами все поплыло, а ритм сердца в разы ускорился. Там кто-то есть. Там точно кто-то есть. Пульсировала мысль в моей голове. По длинному подъездному коридору кто-то шел. Повернув голову, я увидела своего соседа Артема. Он с семьей жил через две двери от меня. Артем служил в полиции и жил в этом доме еще со своего рождения. Покойная баба Катя хорошо общалась с его матерью. Ну, мы с ним иногда вместе играли на детской площадке, как это бывает у детей. Артем подошел ко мне и поинтересовался, что случилось. Мой вид говорил сам за себя. Взъерошенная, глаза на выкат. Да что там? Меня трясло, как от горячки. Да вот, сама не пойму. Домой хотела зайти, а там кто-то ходит. Хотя я никого не жду. Артем приложил ухо к двери и прислушался. Так продолжалась минута, после чего он отпрянул о двери и сказал, что ничего не слышно. Мы еще немного постояли, вслушиваясь в тишину моей квартиры. Вдруг Артем предложил войти в квартиру вместе. Я согласилась. Если там и правда кто-то есть, то помощь Артема мне пригодится. Тем более, что на нем была форма. Я сунула ключ в замок и повернула его. Мы осторожно вошли в прихожую, но ничего не произошло. Посмотрели в комнатах, на кухне, в ванной и туалете. Проверили двери, но следов проникновения не обнаружили. Все было на своих местах, кроме одного. Диана сидела на полке не так, как я ее оставляла. Об этом я незамедлительно сообщила Артему. Он покрутил в руках Диану и сказал, что лучше никому из знакомых не рассказывать о том, что я храню дома антиквариат. Мы поговорили еще минут 10, а потом Артем ушел. После его ухода я поплотнее закрыла сервант, еще немного походила по квартире, а потом отправилась в ванную. Теплая вода успокаивала. По мере того, как наполнялась ванная, отступала накопленный за день негатив. И все-таки жизнь удивительная штука. Никогда не угадаешь, что будет завтра. Скоро вода подступила к краям ванны. Я повернула ручку крана, и плеск наконец-то утих. Откинувшись назад, я закрыла глаза. Уставшие мышцы охватила приятная истома. Незаметно для самой себя я начала засыпать. Проснулась я от того, что мне перестало хватать воздуха. Нос и горло зверски болели. Кашель разрывал легкие. Распахнув глаза, я вскочила на ноги, выпрыгнула из ванны и стала глубоко дышать. Из-за резких движений какая-то часть воды выплеснулась на пол. Выплевывая воду, я судорожно ощупывала все вокруг в поисках полотенца. По какой-то неясной причине в ванне было абсолютно темно. Наверное, лампочка перегорела. Надо бы заменить. Скоро моя ладонь врезалась во что-то мягкое. Фух, это было полотенце. Укутавшись в него, я открыла дверь и шагнула в прихожую. В квартире было темно, хоть глаз выкли. Холод бил по размягшим голым ногам, из-за чего они сильно дрожали. Не успела я опомниться, как в оцепенении застыло на месте. Липкий страх расползался по телу, покрывая его испариной. Дышать стало невыносимо тяжело. В нескольких сантиметрах от меня кто-то стоял. В темноте были видны лишь размытые очертания, в которых проглядывался силуэт ребенка. «Этот смех...» Я остановился все дальше, а вскоре совсем затих. Утром я пришла в себя, лежа на полу между ванной и коридором. Пол был мокрым и грязным, а вместе с ним и вся я. Села, мучила ноющая боль. Встав на ноги, я, шатаясь, прошла в комнату и первым делом посмотрела на часы. Десять утра. Сейчас я должна быть на работе, но сил на то, чтобы куда-то идти, у меня не было. Набрав начальницы, я обрисовала ей всю ситуацию и взяла несколько отгулов. Так, мол, и так, поскользнулась на мокром полу, ударилась головой. Работать при всем желании не смогу. Кира Игнатьевна у нас женщина понимающая, тем более, что за три года это был первый косяк с моей стороны. Поговорив с начальницей, я выпила обезболивающее, переоделась в чистую одежду и залезла под одеяло. Постепенно боль стихла, и я ненадолго задремала. Проснулась я от сильной жажды, еще очень сильно хотелось в туалет. Головная боль стала возвращаться, так что самочувствие было паршивым. Времени было всего три часа дня, впереди был целый день, и я собиралась посвятить его самолечению и какому-никакому отдыху. Прошлепав по мокрому полу в прихожую, я вдруг резко остановилась на полпути, и как ужаленная подлетела к серванту. На стеклянной поверхности виднелись еле заметные трещинки, хотя раньше их там не было. Я открыла дверцу и внимательно изучила поврежденное стекло. То, что я увидела, не поддавалось никакому разумному объяснению. Трещины были со внутренней стороны. Но как такое вообще возможно? Откуда они взялись? Такое чувство, что стекло кто-то толкал изнутри. Как знаете, если бы человек бился в дверь, сделанную из толстого стекла, тут я уже не на шутку забеспокоилась. В голове стали крутиться совершенно безумные мысли. Раньше я гнала их от себя, а теперь была уверена, что все дело в Диане. Именно с нее начались все проблемы, как бы абсурдно это ни звучало. Раньше я никогда не верила в такие вещи, но теперь факты приперли меня к стенке. Все сошлось, шаги за дверью, то, как она смотрела, случай в ванной, а теперь еще и эти трещины. Сомнений больше не было. Я решила избавиться от куклы. Но перед тем, как это сделать, надо было поесть и привести себя в порядок. Сумка с продуктами, которую я принесла вчера, так и осталось лежать на кухонном столе. Хлеб уже не был свежим, так что я решила сходить за новым, а заодно отправить проклятую куклу на помойку, где есть самое место. В течение часа я убрала весь бардак в квартире, переоделась и, сунув куклу в мусорный мешок, пошла на мусорку, которая находилась в паре метров от дома. Наш мусоропровод уже давно заварили, чтобы не плодить тараканов и прочую гадость. Я бросила Диану прямо в контейнер, не вытаскивая ее из пакета. Не хотелось бы, чтобы кто-то случайно увидел ее, очаровался и забрал себе. После этого я почувствовала какое-то небывалое облегчение. Настроение сразу поднялось, все как будто разом встало на свои места. Только один вопрос никак не выходил из моей головы. То, с чем я столкнулась вчера, в дверях ванны. Оно было выше и больше этой куклы. Ростом, наверное, семилетнего ребенка. Это очень странно. В магазине я, как обычно, купила свежий хлеб и не спеша пошла домой. Наступила весна, и на улице было тепло и свежо. Пели птицы, и почти растаял снег. В грязных лужах отражались унылые серые многоэтажки. Дома я поела, спокойно приняла ванну, а потом села с чаем за ноутбук. На улице стоял теплый весенний вечер. Из открытого окна дул свежий ветерок. Хотелось отвлечься и ни о чем не думать. В онлайн кинотеатре у меня давно оформлена подписка, так что ближайшие несколько часов обещали быть интересными. Удобно устроившись на диване, я стала выбирать, какой сериал посмотреть. Минут через тридцать в квартире раздался дверной звонок. Я машинально посмотрела на часы. Одиннадцать вечера. Странно. Кому и что от меня нужно в такое время? Может, соседка какая-нибудь? Нехотя я поплелась в коридор и подошла к двери. Кто там? Дверь у меня была старая, поэтому на ней не было глазка. А поменять его еще пока руки не дошли, так как работаю я почти каждый день. Я повторила. Кто там? Ответа не последовало. Вместо этого опять раздался звонок. Эх, не было печали. Накинув цепочку на дверь, я осторожно приоткрыла ее и чуть не заорала от неожиданности. На полу перед дверью сидела Диана. Я выбежала в подъезд, чтобы посмотреть на того, кто ее сюда притащил, но так никого и не увидела. Шума от удаляющихся шагов или уезжающего лифта тоже не было. Но как они так быстро успели убежать? Ведь с момента последнего звонка прошло всего каких-то несколько секунд. От возмущения окружилась голова. Быстро переобувшись, я накинула куртку, схватила Диану и опять отнесла ее на помойку. Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Откуда она тут вообще взялась? Кроме Артема и Алины никто точно не знает, что это моя кукла. Точнее уже не моя. Да и как Алина бы притащила ее сюда, если она в Москве? А Артем? Он совсем не такой человек. С головой вроде дружит. Может кто-то из соседей видел, как я ее выбрасывала. Но даже если и так, то кукла-то была в черном мешке. Они что, полезли за ним в мусорку? Настроение было испорчено. Я закрыла ноутбук и залезла под одеяло. Теперь хотелось только одного. Чтобы этот день поскорее закончился. Уже под утро меня разбудили странные звуки из коридора. Кто-то копошился возле моей входной двери и ковырялся в замке. Еще было слышно какое-то невнятное пыхтение. И еще более еле слышные смешки. Страх окутал меня моментально. И я задрожала всем телом. Может дурной сон? Не может же быть все настолько плохо. Но нет. Все происходило наяву. Этот звук был настолько же реален, как например диван, на котором я лежала. Или как холодный пот, стекающий с моего лба. Зина! Зина! Она звала меня по имени. Своим мерзким, хриплым голосом. Зина! Зина! Этот кошмар продлился еще какое-то время. А потом все стихло. Так же внезапно, как и началось. Я так и лежала на диване, не смыкая глаз. Пока окончательно не посветлела. Потом я решила действовать. Собрав волю в кулак, я вышла в подъезд. Возле двери, как ни в чем не бывало, сидела эта маленькая гадина. Но теперь в ней что-то поменялось. Ее лицо как будто постарело сразу на несколько лет. Глаза словно вдавились вовнутрь. Вокруг них образовались темного цвета расплывчатые полосы. А губы стали тоньше и плотнее прижались друг к другу. Изо всех сил я пнула по кукле и почему-то взвыла от боли. Меня как будто молотком по пальцам шандарахнули. А это еще Диада, как сидела, так и сидит. Схватив куклу за волосы, я прыгая на одной ноге, затащила ее домой. Ну все, теперь одной помойкой ты у меня не отделаешься. Покопавшись в шкафу, я нашла молоток. Обычный такой молоток, которым гвозди забивают. Диана лежала на полу в прихожей, ожидая своей участи. Ну, сейчас ты у меня получишь. Высоко замахнувшись, я со всей дурью ударила по хрупкому фарфору. Но то, что произошло дальше, не поддавалось уже никакой логике. Ударная часть крепкого советского молотка просто отскочила от нее, как от наковальни. Как? Как, скажите мне, такое возможно? Последующие несколько часов я изощренно пыталась разбить куклу всеми возможными способами. В ход пошли всевозможные тяжелые предметы. Ножи и даже зажигалка. Ничего не помогло. И в какой-то момент я просто рухнула на пол без сил. Дьявольское отродье под видом куклы все так же безмятежно лежало рядом. Я поняла, что если не избавлюсь от нее, то у меня больше никогда не будет спокойной жизни. Надо было что-то решать. И решение мое было очень простым и, наверное, даже предсказуемым. Быстро собрав в сумку самые необходимые вещи, я вызвала такси, назвала адрес ближайшей гостиницы и спустилась вниз. Из окна моей квартиры на меня неотрывно смотрел темный силуэт маленькой девочки. Тот самый, с которым я столкнулась возле ванны. Неделю я жила в отеле. Потом сняла скромную квартирку на другом конце города. Диана не беспокоит меня, потому что не знает, где я живу. Теперь я ненавижу все, что связано с антиквариатом. Даже в кино не могу на него смотреть. Еще я очень скучаю по своей квартире. Каждый день прихожу к своему дому и смотрю в свои окна. А из них на меня всегда смотрит она. Каждый раз, в одно и то же время. Я думаю, она даже не отходит от них. Ждет, когда я вернусь, чтобы продолжить свою маленькую игру. Теперь она останется там до тех пор, пока не переключится на кого-то другого. Я бы могла продать квартиру, но не хочу обрекать ни в чем неповинных людей на эти мучения. Так что вот вам мой совет. Выбрасывайте весь старый хлам из своего дома. Не копите его. И тем более не принимайте чужой. Никогда не знаешь, когда тебе попадется проклятая вещь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова